Элизабет Клэр Профит так четко разъясняет нашу духовную анатомию, что теперь мы намного лучше понимаем силу и потенциал нашего Я-Есмь присутствия, которое было явлено Моисею в неопаримой купине. Немного позже, по ходу нашей презентации, у вас будет возможность попрактиковаться в науке изреченного слова и привлечь больше света в свое сердце и в свой мир. Кто-то может подумать, что жизнь с сердцем означает, что человек был бы слишком мягок или слаб, чтобы успешно действовать в современном мире с его высокой конкуренцией и быстрым темпом. Но на самом деле энергия сердца мощнее, чем вы можете себе представить. Сердце является неограниченным источником энергии. Немногие знают, что подлинная сила и мудрость приходят из сердца. Именно там мы развиваем свою внутреннюю силу. Жизнь с сердцем не означает, что вы чрезмерно эмоциональны. Когда вы устанавливаете связь со своим внутренним божественным «я», то получаете доступ к величайшей силе и высочайшему потенциалу. Молитва – это особый способ общения с божественным. И не следует ее чуждаться. Посмотрите сейчас на американского футболиста Тима Тебау, который молится у всех на виду во время футбольных матчей. У него есть сердце, но у него есть энергия и сила и дисциплина профессионального нападающего. По сути, он использует божественный закон, который доступен всем нам. Этот закон известен как закон октав. Бог не вмешивается в нашу жизнь, если мы не просим его действовать на земле. Здесь, на земле, у нас есть свободная воля. Поэтому мы должны обратиться к Богу, попросить Бога привести в действие беспредельную силу, которую наше собственное Богоприсутствие, Я, Есмь Присутствие, хранит для нас. Все дело в том, чтобы подключиться к потоку. Вселенной и нашему существу назначено находиться в непрерывном потоке, никогда не застаиваться. Атомы, электроны, звезды, все движется и вибрирует светом. Когда наши сердца открыты, духовный свет и энергия текут через нас, и мы пребываем в гармонии с Богом и Его Вселенной. В индуизме этот поток символизирует могущественная река Ганг. Что мы делаем, чтобы оставаться в потоке? Мы качаем насос. Мы создаем поток любви, удовлетворяя нужды других с открытым любящим сердцем, служа нашим семьям и обществу. И это дает начало могущественному потоку света в форме восьмерки от нашего собственного Я, Есмь Присутствие, через наше сердце и наше существо. Этот поток наполняет нас такой силой, энергией, счастьем и любовью, что мы можем чувствовать себя, как мать Тереза, которая трудилась, не покладая рук весь день напролет. Когда мы были детьми, наше сердце было открыто. Мы были радостными и видели красоту и уникальность жизни. Я думаю, именно поэтому Иисус сказал, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Он также сказал, что Царство Небесное находится внутри нас. Он имел в виду наше сердце. Однако, вырастая, иногда мы закрываемся, разобщаемся и создаем те препятствия и стены вокруг сердца, о которых мы уже говорили. Большинство сердец еще не находится полностью в состоянии развитого сердца мистика, сострадательного и пламенного, острого, огромного света и блаженства, имеющего глубокую связь с внутренним учителем, с высшим Я. Но каждый из нас может добиться этого. Совершенство достигается практикой. Как спортсмен тренируется ежедневно, чтобы оставаться в форме, так и мы должны тренировать свое сердце. Чтобы иметь сердце, как у духовного атлета, нам нужно практиковаться каждый день и прилагать дополнительные усилия и таким образом укреплять и смягчать свое сердце. Жить с сердечной перспективой означает смотреть на мир и других людей через сердце. Слушайте и говорите с сердцем. Каждый вечер, прежде чем заснуть, просматривайте свой день, чтобы понять, в чем вы преуспели, а где вы могли поступить лучше. Не вините себя, просто продолжайте стараться принимать лучшие решения. И каждые 24 часа дают нам уникальную возможность. Конечно, это легко сказать. Но мы обнаруживаем, что внутри и вокруг сердца накопились, подобно граниту, негативные проявления сердечной энергии и сделали сердце унылым, темным, холодным местом, где огонь любви едва горит. В этом, вызывающем стресс в враждебном мире, мы можем чувствовать, что у нас нет никакого пристанища. Фиолетовое трансмутирующее пламя, оно очистит ваше сердце и превратит его в обитель красоты и любви. На протяжении веков алхимики искали способ превращения неблагородных металлов в золото. Превращение металлов, таких как свинец в золото, является символом более возвышенной и более благородной алхимии, алхимии самопревображения. Они искали способ преобразовать свинец негативной человеческой энергии в золото божественной энергии. И некоторые из них добились этого, используя фиолетовое пламя. Фиолетовое пламя, иногда оно называется фиолетовым огнем, является уникальной духовной энергией, которая может помочь вам во всех сферах вашей жизни. Оно может избавить от эмоциональных и физических проблем, улучшить отношения, помочь вырасти духовно или просто сделать жизнь легче. И самое главное, очистить сердце. Так же, как солнечные лучи, проходя через призму, разлагаются на семь цветов, подобно цветам радуги, так и духовный свет проявляется в виде семи цветов или лучей. Каждый из этих семи лучей имеет определенную частоту, вибрацию и соответствующее качество. Фиолетовое пламя относится к фиолетовому лучу, качествами которого являются милосердие, прощение, свобода и трансмутация. Фиолетовое пламя обладает способностью трансмутировать или видоизменять, приводить что-либо в более возвышенное состояние. Из всех духовных пламен фиолетовое пламя наиболее близко по вибрационному действию к химическим элементам и веществам нашей физической вселенной. И поэтому оно обладает наибольшей способностью глубоко проникать и преобразовывать материю на атомном и внутриатомном уровне. И таким образом превращать затвердевшую субстанцию, скопившуюся в нашем сердце, снова в чистый струящийся свет. Кроме того, фиолетовое пламя может соединиться с любой молекулой или молекулярной структурой, любой частицей материи, известной или неизвестной, любой световой волной, электроном или электричеством. Как вы видите на этой схеме, большую часть атома составляет пустое пространство. 99,9% масса атома сосредоточена в ядре. И чтобы получить наглядное представление пространственных соотношений между ядром и размерами всего атома, представьте муравья в центре футбольного поля. Таковы пропорции между центральным ядром атома и внешней орбитой электронов. Поскольку тела и материальный мир вокруг нас состоят из атомов и электронов, фактически по большей части мы находимся в открытом пространстве. Многие люди не осознают, что в ядре каждого атома пребывает любовь. По-французски сердце «cour», что означает «ядро». В научном понимании любовь выражается как сила притяжения между ядром и электронами. Это направляющий разум, желающий придать им форму, сила, удерживающая их во вращении вокруг центрального ядра, и дыхание внутри ядра, что притягивает их к нему. Именно это центральное ядро с вращающимися вокруг него электронами и образует атом. Для атома это ядро любви, все равно, что магнитный полюс для Земли или позвоночник для человеческого тела. Но что же происходит, если пустое пространство между ядром и электронами засоряется? Мы знаем, что же происходит с нашими телами, когда мы засоряем свои клетки токсинами. И именно поэтому мы постимся и стараемся питаться чистыми продуктами. На атомном уровне в этих пространствах застревает негатив в виде кармы. Пространство загрязняется, электроны вращаются медленнее и медленнее, и мы начинаем больше входить в резонанс негативом и меньше со светом. Наши вибрации понижаются, и мы становимся менее духовными. Также и негативная энергия может скапливаться вокруг всех чакр, и особенно чакры сердца, где откладываются энергии раздражения, гнева, легкой неприязни и ненависти. Фиолетовое пламя трансмутирует эту негативную энергию. Оно не просто окружает и удаляет энергию, но и превращает ее в свет. Тогда в результате уменьшения плотности внутри очищенного атома, электроны вращаются быстрее и быстрее, тем самым повышая наши вибрации. Я предлагаю вам снова послушать Элизабет Клэр-Профиль. Она говорит о том, как фиолетовое пламя омывает и очищает сердце. Искупление кармы совершенно необходимо нам для прогресса на стезе. Вознесенные Владыки учат, что мы в состоянии предотвратить вневременную смерть или несчастный случай, после которого мы можем остаться калеками на всю жизнь. Нечто такое, что способно сильно нас ограничить. Мы можем это сделать, если не раздумывая, вступим на стезю служения жизни, как только осознаем закон и начнем призывать фиолетовое пламя. Фиолетовое пламя является интенсивным светом и энергией, которая трансмутирует записи прошлого, о которых мы искренне сожалеем и по поводу которых сильно раскаиваемся, потому что причинили вред какой-то частицы жизни, причинили боль или нарушили законы Бога. Мы всем сердцем желаем исправить собственные неверные действия прошлого. Бог дает нам такую возможность, о чем ясно сказано в Господней молитве. «Прости нам долги наши, как мы прощаем должников наших», что означает, что Бог простит нас ровно в той степени, в какой мы прощаем друг друга. Но если мы не прощаем, если не прощаем себя и свои сердца, то и нам будет отказано в его милосердии. В этом величайшая опасность, присущая немилосердному сердцу. Больше всего оно ранит само себя. Жестокосердие похоже на цемент. Своими вибрациями оно плотно окутывает сердце и не позволяет нам посылать любовь. Жестокосердие порождает нечувствительность к жизни. Мы становимся не способны сострадать ближнему, но ожидаем, что все вокруг должны сострадать нам, если нам плохо. Открытое сердце, чувствительное к страданиям человечества или какой-то одной души, способность нести утешение, дарить заботу, является началом растворения гранитной стены, которая заточила сердце и не позволяет ему расшириться. Сегодня это проблема многих. Поэтому, если вы желаете стать кандидатом на Вознесение и получать посвящение в мистериальных школах Великого Белого Братства, то должны взглянуть на свое сердце. Библия говорит, что жизнь рождается в сердце. Все жизненные ситуации берут свое начало в сердце, и от того, насколько мы выражаем любовь и до какой степени жертвуем собой, будет зависеть концентрация силы в этой двенадцатилепестковой чакре, ее расширение, ее мощь, когда мы визуализируем опечатывание своего сердца мысли формой священного сердца Иисуса Христа, и знаем, что его сердце всегда с нами. Сен-Жермен дал нам мантры, чтобы мы призывали для себя фиолетовое пламя. Эти мантры представляют собой выраженные словами формулы, которые высвобождают божественную энергию для трансмутации негатива и проведения позитивных изменений в нашем мире. Хотели бы вы попробовать? Вот простая мантра, которую мы можем повторять в любое время. Произнося эту мантру, мы утверждаем «Я Есмь» и затем провозглашаем, что «Я Есмь» является фиолетовым пламенем непосредственно там, где мы находимся. «Я Есмь» – это имя Бога, и что бы мы ни сказали после Него, это осуществляется, потому что мы являемся за дворцами с Богом. Давайте произнесем эту мантру вместе. «Я Есмь» – существо фиолетового пламени, «Я Есмь» – чистота Богом желаемая, «Я Есмь» – существо фиолетового пламени, «Я Есмь» – чистота Богом желаемая, «Я Есмь» – существо фиолетового пламени, «Я Есмь» – чистота Богом желаемая. Только что мы применили науку изреченного слова, и мы воспользовались методом, в котором задействуется слово, ибо оно является созидательной силой Вселенной. Индуистские, буддистские, иудейские мистики верят, что слово является источником всего сущего, и действительно в некоторых священных писаниях говорится, что оно сотворило мир. И если верить мистикам, то слово – это самая мощная созидательная сира во Вселенной. Если слово может создавать миры, только представьте, что оно может сделать для вас. Во всех основных религиях присутствуют молитвы или мантры, например, пение ом в буддизме, или чтение «Отче наш». Давайте сейчас поэкспериментируем с некоторыми мантрами фиолетового пламени. Первая мантра – очищение сердца. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй, Ты, милосердие и истинное, вечно добуду, созвучен Тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты, милосердие и истинное, вечно добуду, созвучен Тебе бесконечно. И следующая мантра. Очищение наших мыслей. Я есмь, свет Христос, во мне кори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, умы навеки освобождай, Боже, податель насущного хлеба. Умы наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум разумом света. Я есмь, свет Христос, во мне кори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, умы навеки освобождай, Боже, податель насущного хлеба. Умой, наполни огнем фиолетовым, Чтобы в сиянии Твоем небесном Стал мой разум разумом света. Я истинь, свет Христос во мне, Гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, И умой навеки освобождай. Боже, податель насущного хлеба, Умой, наполни огнем фиолетовым, Чтобы в сиянии Твоем небесном Стал мой разум разумом света. А следующая мантра — Об освещении наших дел. О помощи в наших делах, Которые мы совершаем каждый день. Это работа, это служение семье, Это воспитание детей. Я есть мне устанная Божья десница, Вечно тружусь, что победы добиться, Великая радость для чистой души, Путь срединный смиренно вершить. Я есть мне устанная Божья десница, Вечно тружусь, что победы добиться, Великая радость для чистой души, Путь срединный смиренно вершить. «Я есть мне устанная Божья десница, вечно дружусь, что победы добиться, великая радость для чистой души, путь средины смиренно вершить». И следующая мантра называется «Столб света». Этот столб окутывает нас, если мы призываем его. Этот столб всегда сопутствует нам, куда бы мы ни пошли, произнеся эти слова. Мы окутаем себя светом божественной любви, и 24 часа этот свет находится рядом с нами, он защищает нас. Но если мы сами нарушим божественные заповеди, если мы нарушим его законы, то свет уйдет туда, откуда пришел. «Я есть мне присутствие, благое, света столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от расклада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. «Я есть мне присутствие, благое, света столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от расклада, что послан мне. «Я есть мне присутствие, благое, света столбом опечатай меня, светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от расклада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. И следующая мантра, очень важная мантра. Мантра о прощении. Вечером перед сном мы просим прощения у тех, кого обидели. И прощаем всех, кто обидел нас. «Я есть, дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнение, всех навек освобождая и победой окрыляя. Я взываю полновластное прощение, ежечасно сущему всему прощаю, милость всюду изливаю. Я есть, дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнение, всех навек освобождая и победой окрыляя. Я взываю полновластное прощение, ежечасно сущему всему прощаю, милость всюду изливаю. Я есть, дающий здесь прощение, прочь гоню страх и сомнение, всех навек освобождая и победой окрыляя. Я взываю полновластное прощение, ежечасно сущему всему прощаю, милость всюду изливаю». Снова, как и во время медитации, энергия изменилась, поскольку мы повесили свои вибрации, призывая духу в материю. «Каждый день является новой возможностью, и каждое мгновение – это развилка на пути, потому что каждый день мы принимаем тысячи решений, хотим ли мы подняться выше и исполнить свою уникальную божественную судьбу или остаться в том состоянии сознания, в котором находимся, или опуститься ниже. Бог наделил нас свободной волей, и мгновение за мгновением мы можем выбирать, какими качествами окрашивать его энергию, текущую через нас. Это не делается одним махом. Чтобы исполнить свою божественную судьбу, мы должны расставить приоритеты, определить цели и двигаться вперед. И чтобы подняться на шаг выше, нам нужно каждый раз немного больше раскрыть и тренировать свое сердце, и учиться жить сознательно. Что мы делаем, когда снова проявляем отрицательную черту характера, который решили побороть? Мы садимся и начинаем все сначала. Мы терпим неудачу не из-за того, что совершаем ошибки, а из-за того, что повторяем одну и ту же ошибку множество раз, и не уникаем в суть того, что заставляет нас так поступать, подобно Филу из фильма «День сурка». Но если, совершив ошибку, мы соберемся и начнем все сначала, то будем медленно, но верно выстраивать положительный моментум, положительную привычку. Будучи новым мистиком, мы не хотим изолироваться от мира, как монах в Ямалайском монастыре или монахиня в Католическом монастыре. Мы чувствуем, что у нас есть судьба, божественное призвание, и хотим добиться успеха в выбранной нами области. Живя сердцем, в своем высшем сознании, мы можем произойти свои самые смелые мечты, как ученый, учитель, врач, медсестра, адвокат, родитель, студент, спортсмен, артист, бизнесмен, полицейский или политик, в соответствии с нашей одаренностью и интересами. Любовь, которую мы посылаем из своего сердца, нашему Я-Ессен присутствию, а также другим людям, возвращается к нам многократно приумноженной, пока мы не станем подобны фонтану света, непрерывно изливающему божественную любовь в виде сострадания, доброты, творческих способностей, ободрения, умения выслушать и дать полезный совет, и как непревзойденное мастерство и изобретательность в нашей работе. Нет предела тому, насколько высоко мы можем поднять свое сознание, и сознание окружающих. Мы можем достичь целей, которые намного превосходят наши мечты, если находимся в гармонии с законом, с законом Вселенной и своим уникальным жизненным замыслом. Иисус действительно говорил, что мы можем сотворить дела, которые Он сотворил, и большие дела. И вот, что Он имел в виду. И сегодня мы с вами лучше поняли, как можем творить эти большие дела. Я надеюсь, теперь вы знаете, как через сердце привлечь Бога в свою ежедневную жизнь, в свою семью и общество, и сделать Землю подобием небес. Я благодарю вас за то, что вы уделили столько времени познанию этой истины. Я приглашаю вас прийти на следующие лекции, например, ДНК «Божественное семя света» или лекция музыки «Бетховен и мытье посуды». Или, может быть, вы придете послушать лекцию о божественном звуке ум. Найдите время. Приходите.